Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и я эксперт по управлению реальностью. Уже многие это запомнили, и это очень классно. Сегодня у нас с вами прямой эфир, и я хотела поговорить с вами на тему, как совершить прорыв, но я бы очень хотела именно поговорить. Поэтому с нетерпением жду, боже мой, с нетерпением жду, когда перестанут вылазить все сообщения на экран. Очень хочется от вас обратной связи, да, привет, потому что, конечно, бы хотелось поговорить вообще о прорыве, в чем его хочется совершить конкретно вам. Потому что для меня понятие прорыва, это всегда связано нечто с переходом на какой-то другой уровень, на смену некой реальности, на смену некой картины своего мира, когда ты в один момент принимаешь решение, что я хочу идти дальше, я готова идти дальше или готов, и это связано с тем, что с тобой что-то происходит. Как правило, у нас есть два ключа переключения, когда мы, точнее, два таких, две конкретных мотивации. Первое, это тогда, когда мы просто принимаем такое решение, это уже, как правило, путь такого более осознанного человека, который говорит о том, что, блин, я готова двигаться дальше, я хочу посмотреть, что там еще, я хочу перелеснуть какую-то страницу, мне надоело быть так, и я хочу что-то сделать. И второй путь, это когда, знаете, тебя сбросили с поезда, вот, и ты, собственно, вынужден, да, что-то произошло, какие-то ситуации, обстоятельства с тобой происходят в жизни, и ты думаешь же, блин, я не хочу, мне было так, окей, нормально, но я, ладно, окей, у меня нет выбора. Вот, то есть, как правило, движение переходит, вот, из таких моментов. Я, например, раньше была человеком, вот, из категории, как раз, которого, знаете, который до последнего держался, и уже только тогда, когда не оставалось вариантов не двигаться, вот, уже я понимала, что все, я скрипела зубами, знаете, как-то собачка, которую поднимаешь на косточки, она висит там, отчаянно сражаясь, вот, не отпущу эту косточку, вот, это была я. Да, много лет своей жизни, вот, а сейчас я как раз из экспериментаторов, да, из тех, кто сама рулит, из тех, кто, кому нравится уже это, потому что вначале ты начинаешь, когда это пробовать, ты так закрываешь глаза, ныряешь и думаешь, господи, зачем, зачем, вот, то есть, ты себя таким образом начинаешь драйвить, а потом в какой-то момент кайфа становится настолько много, что ты сидишь и даже в какой-то хорошей, знаете, как сидишь на хорошей яхте в океане, и все у тебя прекрасно, и ты думаешь, ах, хрен с ним, и прыгаешь за борт, чтобы посмотреть, что там дальше. Вот я сейчас как бы человек, который проповедует философию того, что нужно пробовать, что нужно идти дальше, что нужно смотреть, и что, в общем-то, жизнь это про приключения, про движения, и про то, что нужно пробовать как можно больше всего разного для того, чтобы, ну, не прям так, знаете, вот совсем пробовать, конечно, от балды всего разного, но однозначно все время чувствовать динамику, двигаться и смотреть, да, а не держаться за то, что у тебя есть отчаянно, вот, потому что все твое, оно однозначно будет с тобой, оно от тебя так просто не уйдет, и никуда ты от этого, ну, в хорошем смысле не денешься. А вот тогда, когда, как бы в жизни вот что поражает меня больше всего, 90% людей живут в таком контексте, что их жизнь вообще не очень яркая, но люди настолько сильно боятся перемен, что отчаянно держатся за то, что у них есть, за чем-то, вот, и стараются всеми силами это сохранить, хотя, по сути, в общем, лишают себя огромного количества различного выбора. Так, хочу выйти на мировую страну, заявить о себе как певица, поэт, композитор, фэшн-дизайнер, актриса-продюсер. Я вижу сейчас у вас только одну проблему, что очень много точек, да, как бы очень классная, амбициозная цель, и, по сути, нужно действовать, но выбрать что-то одно для начала. Вы знаете, я случайно на Нетфликсе наткнулась на сериал, я вообще из тех людей, которые не любят сериалы, потому что мне жалко на это времени. Но бывает такое время, когда ты устаешь, да, и у тебя мотка уже не особо работает, а, как известно, для того, чтобы, ну, ты нормально функционировал, у тебя должен быть вдох и выдох. Я раньше очень сильно боялась отдыхать, потому что мне казалось, что отдых это то, что съедает мое время, что я не могу себе позволить отдыхать, я лучше буду бежать, да, но это, знаете, как в спорте, вот для того, чтобы спортсмен показал классный результат, он должен и тренироваться, и отдыхать. И вот отдых это некое переключение, и я люблю переключаться классными фильмами, но я столкнулась с тем, что хороших фильмов очень мало, и поэтому мне больше нравится находить какой-то классный сериал, потому что это как много хороших фильмов. И вот когда у тебя есть возможность, ну, ты хочешь переключиться, ты смотришь какой-то сериал. И вот сейчас классный сериал, называется, господи, забыла, как он называется, имя девушки Анна, а как он называется, я не помню. Её назвали, её создали, короче, не помню. Но история как раз, как бы, реальная, насколько говорят, о русской эмигрантке, ну, естественно, что все гениальные люди живут в России и в Украине, безусловно. Кстати, я не смотрю опять-таки новости, но вижу, слышу, доходят слухи, что ходят. Хочется сейчас послать большую сердечко и любовь, вот, которую вы шлёте России и Украине. Я обожаю наши народы и белорусов, обожаю, в общем, я всех вообще людей нормальных люблю, и хочется нам энергетически послать любви, мира всем нам. Вот, так вот, как раз рассказывается о том, как Анна, в общем-то, ну, такая достаточно мошенница, авантюристка, девушка. Одну суть мне нравится в том, как она себя придумала. Я, конечно, против каких-то махинаций, которые касаются истории уже непосредственно, ну, как бы, да, с обманом связанных, но безумно крутая история, как Анна, обычная девушка, чьи родители там вообще совершенно обычные люди, придумала, кем она хочет стать. И прекрасный показатель того, что ты можешь достичь всего, чего ты хочешь. Ну, единственное, что мне здесь не нравится, конечно, какие-то мошеннические схемы. Но, по сути, ты можешь войти в любой круг, заразить человека любой идеей, и если ты веришь в себя, веришь в свою идею, то невозможное возможно, и это очень классно транслируется. Поэтому я как раз за то, чтобы придумывать изначально, кем ты хочешь быть, придумывать, верить в это, и строить свою жизненную стратегию, не исходя из того, что идет в руки, а исходя из того, какой ты хочешь видеть свою жизнь. Это работает как на энергетическом уровне, так и вообще это очень круто работает. Это однозначно сильно украшает вашу жизнь и делает ее гораздо, ну, шаги в этой жизни гораздо более яркими и красочными. Я вот тоже сейчас начала снова смотреть на свою собственную жизнь, потому что есть такой неинтересный тормоз в жизни, когда ты чего-то достигаешь, какого-то определенного уровня, ты однозначно на какое-то время усаживаешься. Знаете, вот на удобный новый диванчик, удобный новый автомобиль, на удобный новый уровень. Невозможно, конечно, ну, наверное, возможно, не буду это утверждать, но сложно в жизни двигаться постоянно по прямой, да, вот так вот вперед. Ну, как бы, однозначно наша жизнь это какая-то наклонная или похоже скорее на зигзаги. Мы пошпали, мы новый уровень, закрепились, попали, закрепились, попали, закрепились, потому что у многих людей это выглядит абсолютно по-разному. Кто-то все время идет просто по одной прямой, кто-то попал наверх, вот, и потом медленно слазит вниз. У всех все по-разному. Но вы должны понимать, что самым главным, вообще, как бы, самым главным фишкой в движении наверх является ваша цель. Если у вас есть цель двигаться наверх, то здесь уже дальше идет ваша стратегия, которая строится на вашей вере, на ваших убеждениях, на том, что вы согласны делать. Если у вас изначально такой цели нету, вам не нужно двигаться вверх, потому что количество ваших страхов пересиливает. У вас страхов такое большое количество, что вам даже встать сложно, да, потому что вы начинаете вставать и думаете, ой, ну сейчас пока я поднимусь, я же могу тут упасть, и у меня же может не получиться, у меня может кто-то не поверить. А вдруг война, а вдруг коронавирус, а вдруг я умру, а вдруг кто? Тут, конечно, без шансов. Вот поэтому вот это самое желание и видение себя очень-очень важно, когда вы начинаете придумывать, кем вы хотите быть. Вообще в жизни все гениальные вещи начинаются с того, что мы придумываем, кем я хочу стать. Маленькая, например, любая балерина, девочка, которая идет на балет, девочка, которая идет заниматься танцами, все начинается с того, что она видит взрослую девочку. Взрослая девочка, вот в бальных танцах, когда я проводила опросы взрослых танцовщиц, как они попали на паркет, как правило, все начиналось с того, что они увидели взрослую девочку, не ту, которая красиво танцевала, они не помнят, как она танцевала, но они помнят платье, в котором она была. И, как правило, маленькая девочка, которая приходит на бальные танцы, она приходит туда в двух случаях. Первое, ее туда притащили родители, и второе, это, ну, как правило, такие девочки долго в танцах не засиживаются, и второе, эта девочка увидела взрослую танцовщицу в красивом платье, и она захотела такое платье. Я, например, в свое время так хотела очень в балет. Я понятия не имела, что такое балет, но мне страшно нравились вот эти пачки, да, и пуанты. И поэтому во взрослом возрасте я купила себе пуанты и пошла заниматься, там, какое-то количество времени балетом классическим, как случилось. И я научила их вертеть, там, делать какие-то повороты, потому что это была мечта надевать пуанты. То есть я кайфовала именно от момента того, когда гладенькие пуанты я надевала и завязывала обязательно ленточку. Вот, поэтому вот самым классным всегда является то, когда мы смотрим на кого-то, или в нашей голове рождается мечта. И убийством всего этого действия является то, когда ваш взрослый, взрослый голос вашего ближайшего окружения говорит вам о том, почему это невозможно, почему это не для тебя. Как это сложно сделать, и ты точно не сможешь, и у тебя точно не получится, и зачем тебе вообще это надо, ведь ты уже взрослый человек. Вот этих людей нужно расстреливать, и свой внутренний голос тоже нужно расстреливать в тот момент, когда он говорит тебе, что это уже не для тебя по ряду причин. Это то, что на самом деле не дает осуществиться вашей мечте, и не дает вашему росту прорваться, когда вы говорите себе о том, что уже все. Причем, так говорят, тебе уже 20, уже все, тебе уже 30, уже все, тебе уже 40, уже все. В каждом возрасте это прекрасно работает. У нас всегда есть причина, почему ты уже мать, ты уже родила, ты уже должна думать о серьезных отношениях, ты уже не маленькая девочка. Вот у нас все время есть вот это клише. И первое, что вы должны осознать, что вы не можете совершить прорыв в своей жизни ни в какой сфере до тех пор, пока у вас есть вот эти ограничители, которые говорят вам, почему вы не можете. В следующий раз, когда вы захотите кому-то сказать, почему он не может, или себе, почему это невозможно, возьмите и сделайте такой перевертыш. И попробуйте сказать человеку, почему у него получится, почему у него есть очень много причин для того, чтобы получилось, причин, способностей, возможностей и так далее. И, конечно же, очень важно сказать это себе. Когда вы говорите себе, почему вы не можете сегодня пойти в зал, почему вы не можете поменять работу, почему вы не можете уйти от этого мужчины, почему вы не можете найти себе нового партнера, попробуйте написать себе хотя бы три пункта, почему вы можете. А почему я, собственно, могу это сделать? Вот почему не могу, вам расскажут все. А почему вы можете это сделать? Попробуйте найти пару причин и вы увидите, что такие причины есть. Перестаньте брать нож и самому себе обрезать крылья. Перестаньте быть чистильщиком из фильма и рубасить крылья другому человеку. Это любимая наша работа, рассказать почему точно не получится. И мы это называем классным словом дружба, поддержка, здравый смысл. Мы называем это так. На самом деле, помните в этот момент, что вы чистильщик. Вы просто человек, который берет и уничтожает и убивает все возможности, все крылья. Если бы люди, изобретатели, а изобретателей много в жизни, которые изобретают новые сервисы, новые бизнесы, изобретают новые изобретения, если бы все эти люди изначально включали тот самый здравый смысл и не верили в то, что их идея, вообще даже не придумывали бы идею, потому что изначально считали бы, что все обречено, ничего не получится, то наш мир бы умирал. Просто. Мы все время сейчас говорим, мы на пороге войны, мы на пороге эпидемии, мы на пороге... Но посмотрите в историю немножко. У нас была первая, вторая мировая, у нас было очень много там голодоморы, люди постоянно находились, мы с вами, наши предки, постоянно находились в каких-то процессах. И тем не менее, посмотрите, насколько сильно наш мир с вами изменился за 100 лет, за 200 лет, насколько сильно он поменялся. Во все эти времена происходили открытия, люди запускались в космос, постоянно развивался интернет, связь. Мы вспоминали, вот буквально вчера была у мамы там, мы вспоминали, как у нас не было телефона, а друг мамин рассказывал о том, как у него была крутая семья, у него был дома телефон. Но знаете, какая была проблема? У него телефон был, а больше ни у кого не было. Ему некому было звонить. Он был крутой, но больше никого не было крутых. И представьте, насколько мир поменялся. И все это время происходили революции, катаклизмы, перестройки, Ленины умирали, там еще что-то происходило. Все время что-то происходило. Но были всегда безумцы, безумцы, которые все время что-то разрабатывали, хотели, ставили цели, придумывали, разрабатывали интернет, разрабатывали новые автомобили, разрабатывали пылесосы супер. Разрабатывали все время что-то разрабатывали. Это безумцы. И те люди, которые сегодня продолжают во все эти нестабильные времена открывать бизнесы, что-то придумывать, по-прежнему чего-то хотеть, это безумцы. И среди нас с вами тоже есть безумцы. И я хочу, чтобы вы понимали, что безумцы это те, кто двигают этим миром. Безумцы это те, кто наполняют этот мир энергией, светом. Безумцы это мы с вами. И когда вы говорите себе или кому-то другому, сиди тихо, сейчас не время, вы по сути говорите, иди в захоронение, иди в захоронение. Сейчас, уж простите, я тот человек, который над всем смеется и всегда улыбается, потому что я считаю, что если я буду сидеть и плакать, я точно никому не помогу. И мы с друзьями обсуждали, подруга моя рассказывала о том, как она платила за квартиру, и хозяйка ей сказала о том, что если будут бомбить, то лучше прячься в туалете, потому что там маленькое количество стен. Я говорю, слушай, а родители где живут? В частном доме. Я говорю, а погреб есть там у тебя? Говорю, может, мы поедем в погреб, если будут бомбить. И мы начали ржать, потому что она говорит, ну знаешь, у меня такой погреб, что там может быть только массовое захоронение, если туда попасть. И вот вы знаете, можно, конечно, я понимаю, что сейчас кто-то может сказать, о боже, как над такими вещами можно шутить, но можно сидеть и бояться, можно строить бункеры, как когда-то ждали конца света, и всю свою жизненную стратегию строить напротив того, как выжить. Но у меня к вам вопрос. Если вы всего так боитесь, то нахрена вам выживать? Для чего вам выживать? Для чего вы планируете на этой земле выжить? Неужели ваша цель просто сохранить свое физическое тело на протяжении как можно большего количества лет? Но вы же уже умерли, у вас же уже все атрофировалось. Если вы считаете, что единственным важным является сохранить свое физическое тело, оно все равно сдохнет, оно все равно умрет. Вот вы должны это понимать. Я каждый раз, когда мне становилось раньше страшно, я себе говорила, Оль, все равно все окажемся, иди сходи на кладбище погулять. Вот сходите погуляйте, посмотрите, где вы окажетесь, и подумайте, неужели вам не хочется эту жизнь прожить как-то максимально ярко, максимально по-другому, хотя бы попробовать как-то на этот мир воздействовать, попробовать проявить свои таланты, попробовать что-то из того, что вы себе запрещаете сейчас, и вы не только запрещаете себе, вы еще и запрещаете другим. Вы их решили тоже сохранить мумиями, вот, тоже вот решили, пусть они сохранятся как можно больше. Жизнь – это не про физическую оболочку, жизнь – это про наши цели, жизнь – это про что-то, про те состояния, в которых мы с вами можем находиться, когда мы развиваемся, когда мы делаем что-то классное. Поэтому бояться развиваться, бояться что-то создавать, бояться реализовывать свои мечты – это самое тупое действие, которое может быть, поверьте, самое тупое. Поэтому, если вы хотите следовать этой жизненной стратегии, то, конечно, можно сидеть перед телеком и бесконечно смотреть новости и бояться. Но попробуйте сделать что-нибудь другое, попробуйте сделать что-то, что наполнит мир светом, попробуйте сделать что-то, что наполнит вас светом, что заразит других людей этим светом, этим желанием жить, этим желанием что-то создавать, а не сидеть и вечно чего-то бояться. Поверьте, каждый день, как на отрывном календаре есть праздник, так и у нас есть причины для страха. Каждый день можно смотреть, что там происходит. И бояться глобального потепления, кирпича на голову, пожара, который может быть, в кинотеатре, в котором вас могут закрыть, потому что уже были все случаи, которые только возможны. Можно, как в 2011 году, пойти на работу, и в небоскреб врежется самолет. Можно даже не ходить на работу, и самолет может врезаться в жилой дом. Такие факты тоже есть. Есть тысячи, миллиарды причин, чего можно бояться в жизни, и как можно пытаться себя от чего-то оградить. И в результате, знаете, как было у моей подруги, она стояла на светофоре, и в ее машину на полной скорости врезалась другая машина. И очень много времени она восстанавливалась. Она мне говорила, знаешь, за что мне обидно? Вот лучше бы я, сука, мчалась на полной скорости, лучше бы я кайфовала. Я просто стояла на светофоре, и меня все равно нашло. Поэтому я хочу вам напомнить о том, что жизнь – это про прорывы, жизнь – это про приключения, жизнь – это про мечты, про желания, про цели, и про то, что вы дышите полной грудью, ровно столько, сколько вы можете жить. А не про вечный страх за то, что кто-то расскажет вам, почему вы не можете быть счастливым человеком, почему вам не нужно пробовать, почему вам опять нужно бояться, или почему вам нужно идти и сражаться, хер знает за что, хер знает с кем. Друзья, я очень хочу в это время, в том числе, потому что я слышу, до меня доходит информация, что напряжение у людей присутствует, напомнить вам о том, что напряжение было и есть всегда. Вы можете его убрать простым действием, придумав себе приключения, придумав себе цель, придумав то, что вы хотите делать. И вы можете это делать ровным счетом до тех пор, пока вы живы. А я вам хочу сказать, что большинство из нас с вами будет жить еще очень долго, несмотря на то, что будет происходить в нашей зоне турбулентности. Потому что турбулентность – это уже пожизненное свойство и пожизненная среда, в которой мы будем с вами находиться. Вам пора свыкнуться с этим, что все время что-то будет. Но я очень хочу вас попросить не позволять проникать другим людям, их вибрациям и тем, что они хотят сделать с вами, проникать этому непосредственно в вашу жизнь. Управляйте своей жизнью сами. Сами решайте, где вам радоваться и где вам радоваться еще больше. Огорчаться не нужно. Сами придумывайте себе, во что вы хотите верить, что вы хотите в этой жизни воплотить, что вы хотите попробовать, кем вы хотите стать. Сами это создавайте. Потому что в жизни есть две формы. Вы либо тот, кто управляет, либо тот, кем управляет. Помните замечательную сказку, если вы не смотрели этот мультик, посмотрите. Бобик в гостях у Барбоса, где Барбос рассказывал Бобику о том, как он управляет хозяином. Как он рассказывал, как в доме хозяин живет для этого Барбоса. Как он, Барбос, является хозяином своего хозяина. Это потрясающе классный мультик. Вот такой взгляд собаки. И я абсолютно убеждена, например, что наши животные, домашние, твердо убеждены в том, что это они наши хозяева. Вот мой кот точно убежден, что вот все, что есть в этом доме, это все для него. И я, в общем-то, с утра, когда он начинает орать, да, то есть я должна ему служить. Он показывает мне, где я, в чем я хороша, а в чем не очень. И хрен он даст поспать мне утром, если я ему там не насыпил полоеды, да, или если что-то в доме сделано не так, как вот ему хочется. Не даст он этого делать. Так вот, я хочу, чтобы вы осознали, что мы с вами хозяева своей реальности. И для того, чтобы совершить какой-то прорыв в своей жизни, нужно принять, что вы хозяин этой жизни, а не как иначе. И перестать играть в чужие игры, которые вам всю жизнь постоянно будет кто-то навязывать, навязывал и продолжает это делать. Но у вас есть выбор, играть в эту игру или создавать свою собственную. И это, пожалуй, важный момент. Как и тот, что я совершенно не листаю чат, а вы ведь могли в нем что-то написать. Я так думаю. Сейчас я поюзаю пальцем по экрану этому замечательному своего любимого айфончика. Как мы жили раньше без него. Увижу, сколько людей присоединялось. Господи, что у вас только присоединяются, и вы ничего не пишете. Итак, Оля, верите ли вы в карму, например, что с одним мужчиной суждено быть всю жизнь, но нету желания и разойтись не получается? Нет, я не верю ни в какую карму в контексте того, что с одним мужчиной суждено быть. Я верю скорее в карму, связанную, возможно, с некими отработками по здоровью, по каким-то урокам жизненным, которые нам нужно взять. Но то, что кто-то может заставить меня быть с одним мужчиной, только мой тупой женский мозг, который прыгает как собачка возле того мужика, и я не могу от него оторваться, находясь на постоянной причине, что то карма, то любовь, то он изменится, то я изменюсь, то мы не можем с ним расстаться. Нет, это тупой женский мозг. Вот это, я не про ваш тупой женский мозг, а вот я это называю вот так для себя. Когда я вижу, как вот женщина не может оторваться от мужика, особенно, знаете, от мужика, которого не то, что надо оторваться, а от которого давно надо сбежать. Вот, не верю я в карму того, что мы с человеком можем не расставаться по жизни, не верю в это, абсолютно. Это не карма, это называется совершенно по-другому. Вот, поэтому называйте вещи своими именами, вам будет так легче жить. Вот, когда мы начинаем вот этот кармический узел, ну, ребят, вот давайте, не будем своей слабости описывать какими-то красивыми, высокопоставленными словами. Нам очень хочется, да, вот это, знаете, как когда очень не хочешь принимать какое-то решение, тебе страшно, очень хочется пойти к гадалке, чтобы она тебе сказала. Я когда себя ловлю на этой мысли, я просто, ребята, вот скажу как есть, усыкаю себя, вот другого слова не скажу. Когда мне хочется к гадалке, я понимаю, что Оле очень не хочется принимать какое-то решение. Я ей говорю, так, Ольчик, давай выпьем с тобой вкусного шампусика и поговорим. Потому что то количество Оль, который живет во мне, например, я думаю, что у вас тоже ваших Маш, Дим и прочих очень много. Вот, это нормально. Поэтому собирайте их всех в кружочек и устраивайте с ними душевные разговорчики, вот. И соображайте, кто из них там слабинку дает, кто из них обманывает, кто из них что-то другое делает. Вот, в нас огромное количество нас самих разных. И пора уже это признать, да. И пора, вот, знаете, я сейчас в рерайтере жизни, у меня сейчас идет поток февральский, и я ребятам постоянно говорю про очень важный момент. Наша любимая в жизни опция людей – это маркировка. Мы все, знаете, классные маркировальщики. У нас с вами есть набор на клеек, который мы любим клеить. Давай оценку. Это хороший человек, это плохой. Это хорошая ситуация, это плохая. Это неправильное, это правильное. Нам вот очень нравится всему давать описание. Вот это да, это нет, ты молодец, ты не очень. Харе вот этим всем заниматься. Переставайте работать наклейщиками, выдавать оценку чему-то. Мы занимаемся вот этой суждением оценок именно тогда, когда нам страшно разобраться с самим собой. Когда нам страшно принять, какой я есть, и разобраться с тем, какой я есть. Вот вы знаете, вы же не можете быть хорошим или плохим, правильным или нет. Вы должны осознать очень простую штуку. Вы такой, какой вы есть. Вот вы что-то любите, а что-то нет. Что-то вам нравится, а что-то нет. Вы не извращенец. Вам просто что-то нравится, а что-то нет. Вы знаете, как раньше, например, если говорить про сексуальные отношения. Если женщине нравится женщина, значит она извращенка. Ну нет. Если женщине нравится, не знаю, секс с тремя мужчинами, она извращенка. Или если мужчине нравится, нет. Вот мы должны с вами наконец-то принять, что мы разные, и нам могут нравиться разные вещи в разные периоды времени. Это касается не только секса. Нам может хотеться работать или не хотеться. Нам может хотеться выходить замуж или нет. Нам может хотеться рожать детей или тоже не хотеться. Мы имеем право быть разными. И наша самая большая проблема не в том, что нам хочется разных вещей, а в том, что мы этого стыдимся и пытаемся подлезть под какие-то общественные нормы, которые кто-то когда-то придумал. Мы страдаем именно потому, что мы не попадаем в какие-то нормы. Вот это наше главное страдание. Когда мы перестаем, знаете, попасть в норму, это как вот ты, например, кружочек, а ты пытаешься попасть в квадратик. Вот и ты типа паришься, что ты вот не квадратик. Потом ты как-то влез в квадратик, а чувствуешь, что ты треугольник. И, короче, всю жизнь признайте для себя самого, что вы треугольник, квадратик или кружочек. И перестаньте париться, что вы не кто-то другой. Вы такой. Для вас это есть нормально. В разные периоды времени вы можете переживать абсолютно разные состояния. Именно когда мы проходим вот этот путь и, наконец-то, учимся, то, чем я занимаюсь, я помогаю людям стать самими собой. Перестаньте переживать, что ты какой-то другой. Перестаньте пытаться стать тем, кем тебя хотят видеть другие люди. Да, на страх. Ну, простите. У нас отобрали эту свободу, и мы сами позволили ее отобрать. Мы всю жизнь страдаем, что мы не те. Мы пытаемся подстроиться и стать удобными для других, правильными. Мы пытаемся заслужить любовь, став теми, кем нас хотят видеть другие люди. И страдаем из-за того, что на самом деле мы другие. Вот в чем наша большая печаль. И самая, я считаю, наша главная задача жизненная и самый главный жизненный прорыв происходит тогда, когда наша внутренняя работа над собой правильная приводит нас к тому, что мы выдыхаем и разрешаем себе стать такими, какие мы есть. И признаем, что да, я такой. Ну да. Да, мне это нравится. Да, я сейчас этого хочу. Да, я, может быть, не самая правильная мать. Да, может быть, я отвратная жена. Может, я не хочу быть женой. Может, я не хочу быть матерью. Но для меня это окей. И отвяньте от меня всех. Мне в этом хорошо, когда я перестаю доказывать, чтобы оправдать себя, объяснить другому человеку. А когда я просто принимаю, что я такая, и мне с этим хорошо. И я разрешаю себе такой быть. Второй уровень – это тогда, когда ты не просто разрешаешь себе быть, но ты и другим разрешаешь быть такими, какие они есть. Ты перестаешь на них обижаться за то, что они не такие. Ты перестаешь пытаться их менять, исправить, доказывать им, что они неправильно живут, пытаться им помочь. Ты просто позволяешь им тоже быть такими, какие они есть. И зная законы, ты понимаешь, что к тебе притянутся подобные тебе. Люди, с которыми тебе будет классно. С которыми ты можешь быть вот такой. И их принимать. Это не значит, что они такие же, как ты, они другие. Но то, что вас объединяет, это то, что вы позволяете друг другу быть разными. И вы вам с этим нормальны. Знаете, для меня вот эти истории про разочарование в дружбе. Я думала, ты такая, а ты не такая. Для меня дружба, это тогда, когда мы можем друг другу позвонить или встретиться в любое время. И если мы пропадаем, то мы не обижаемся. Когда, если мы забыли поздравить друг друга с днем рождения, потому что у нас есть какие-то дела, мы не обращаем на это внимание. Тогда никто ничего никому не должен. Это очень классно. Это сильно по-взрослому, и это очень редко. Вот это самые крутые отношения, когда мы перестаем вешать обязательства на других людей. Это, конечно, такая идеальная картина, но я вам скажу, что это возможно. Я в своей жизни сейчас это практикую. И удивительным образом является то, что когда мы начинаем становиться другими, к нам и притягиваются другие люди, с которыми нам становится сильно легко и сильно проще. И я, например, сейчас до этого доросла, и мне это очень нравится состояние, когда я перестаю себя наказывать, перестаю себя разбирать, почему ты так себя ведешь, перестаю пытаться доказать другим что-то. Ну, настолько устаешь какой-то момент от всего этого, что ты просто говоришь, ребята, кому не нравится, если вы меня не готовы такое принять, ну, окей, хорошо. Мне самое главное быть в комфорте с тобой. Это наша самая важная история. И пока вы этого не осознаете, у вас будет все время сражение. Знаете, происходит как? Ты, блин, только втянулся в то, что ты кружочек влез в эту формочку квадрата, потому что от тебя ждут твои близкие, что ты станешь квадратиком, как они. Обязательно появятся рядом какие-то треугольники, которые будут требовать, чтобы ты стала треугольником. И вот мы всю свою жизнь бегаем по этим формочкам, а потом в какой-то момент садишься и думаешь, блядь, ну я же кружочек. Я кружочек, я устала. И вот когда ты начинаешь становиться кружочком, устала быть квадратиком и треугольничком, и параллелепипедом, и кем-то там еще, вдруг ты видишь, как к тебе подтягиваются другие кружочки. Или другие люди вдруг говорят, а, ну ты кружочек, но... Вот, все вроде работает. А ты кружочек, но окей, быть кружочком, кем угодно будь, только не уходи. Такое тоже бывает в жизни. Поэтому это и есть настоящие прорывчики. Так, я снова листаю юзую ленточку, чтобы посмотреть. Так, мы тут про собак говорили, мы так много уже с вами поговорили. Точнее, я проговорила. Сохраните эфир, пожалуйста. Да, все. Вы, как всегда, слушайте меня. Вы у меня самая неразговорчивая аудитория, наверное, потому что я самый разговорчивый, да, человек в Инстаграме, который может говорить сам собой. Окей, давайте вернемся немножечко и подытожим, что для того, чтобы мы могли с вами совершить прорыв, первое, нам нужно перестать бояться, второе, нам нужно забить на то, что думают другие люди, и третье, нам нужно подумать и сфокусироваться на том, от чего я, собственно, хочу, какого я хочу прорыва, кем я хочу стать. Прорыв совершить, это значит вспомнить о своей мечте или придумать ее. придумать ту жизнь, которую-то тебе хочется. Устать быть удобным для других людей, устать соответствовать кому-то, это очень классное, я вам даю разрешение, устать от этого, потому что это бесконечная история. Знаете, это как пытаться понравиться всем судьям на бальных танцах. Кто занимался бальными танцами, ребята, это охрененное судейство. Может стоять 10 судьев и оценивать детей, ну или танцоров любых. И вот оценки могут стать, один поставит первое место, второе – десятое, третье – седьмое. Никакого объективного оценивания нет. И когда ты задаешь вопрос, как так может быть? Почему? Вот абсолютно субъективный вид спорта. Вот в жизни точно так же. Очень сложно получить какую-то оценку, поэтому не стоит пытаться этого делать. Единственный человек, для кого вы должны быть комфортны и удобны – это вы. Единственные цели, мечты, которые вы должны реализовывать – это свои собственные. Но нас учили, что это плохо, это называли эгоизмом, и мы дошли до того, что у нас нету своих целей и мечт. У нас есть цель заработать для компании денег, у нас есть мечта купить ребенку домик, у нас есть еще что-то для кого-то, а для себя мы не знаем, чего мы хотим. И часто бывает такое, что мы потом так сильно злимся, что мы начинаем чего-то для себя хотеть, а оказывается, что мы хотим вообще другого. Поэтому я всегда рекомендую, если вы не хотите в дурку попасть раньше, чем это положено, я рекомендую сделать паузу, скушать твикс и подумать о своих собственных желаниях. Я это предлагаю делать на марафоне «Рерайтер жизни», потому что мы там пишем книгу о жизни своей мечты, и очень плавно, детально, с помощью моей магии, вдруг в течение месяца выруливаем в ту картину, которую мы хотели бы видеть в своей жизни, по всем аспектам. Конечно, часто это чревато тем, что мы смотрим на свою жизнь и понимаем, что мы, блин, это как, знаете, как в одежде. Я всю жизнь, оказывается, хотела быть русалочкой, а хожу почему-то как рокер. И начинается вот этот конфликт внутренний, но и с этим я помогаю справиться, медленно и плавно подведя к тому, каким образом нам это все перестроит, как нам перейти из той жизни, которая с нами случилась, в ту жизнь, которую мы на самом деле хотим получить. Это очень классный опыт. Поэтому, если вы вдруг соберетесь, у нас в следующий вторник стартует новый поток рерайтера, я вас буду рада видеть. А в остальном, я вам благодарна, что вы меня не перебиваете, но вы можете это сделать в комментариях, после того, когда я все-таки опубликую этот эфир. Я вам признательна за наше совместное время. Если вы соберетесь на рерайтер, ссылочка есть в профиле у меня в шапке, вы можете прийти и посмотреть. Скоро у нас стартует продажа пробной версии, если я не ошибаюсь, это будет с 25-го числа, с 25-го февраля. Ну и, собственно, я вас обнимаю и очень попрошу, если вам вдруг было интересно и понравилось, составить какие-то свои комментарии после того, когда я публикую эфир. Это всегда меня мотивирует выходить на новые эфиры, сохранять их, ну и вообще делать что-нибудь ценное и полезное. Всем огромное спасибо и до встречи с вами в новых эфирах.